Цветок у думбара цветет раз в трех тысячах лет. Время пришло. Полюбуйтесь, до недавнего прошлого никто не видел этого легендарного цветка. В некоторых древних писаниях говорится, что он цветет один раз в трех тысячах лет. Но в последние годы мистические цветы у думбара встречаются в разных частях света. Их трудно заметить без увеличительного стекла, так и они крошечные. Но как только расцветут, ароматом заполняют все пространство вокруг. У думбара переводится с древнего индийского языка санскрита как благоприятный цветок с небес. Растет он на любых предметах и поверхностях, на листьях растений, окнах, заборах, плафонах, занавесках. Фермер Дин из северо-восточной китайской провинции Леонин обнаружил цветы у думбара в 2007 году на металлических трубах в саду. Дин насчитал 38 цветков. В том же году многие видели у думбара на Тайване. Местные жители восприняли эти цветы как благоприятный знак. Это чудо. Они настолько крошечные, что их трудно обнаружить, но их аромат заполняет весь балкон, рассказал художник из Тайбэ Чэнь Гадун. В 2010 году в статье в Тателеграб сообщалось, что китайская монахиня Мяя Вэ из монастыря на горе Лушань обнаружила несколько крошечных бутонов, когда вытирала пол под стиральной машиной. Сначала она подумала, что это яйца насекомого златоглазки, но на следующий день бутоны расцвели и превратились в крошечные белые цветы, издающие приятный аромат. Но самое интересное из наблюдений было сделано 20 лет назад в храме Чонгса в Сюле, когда цветы у думбара расцвели на лице статуи Будды. Фотографии и видеоролики этого события распространились по всему миру. Согласно буддийским писаниям, 3024 лунных лет прошло с тех пор, как впервые появился буддизм, а последний раз цветы у думбара распустились перед рождением Гутамы Будды. Легенда об у думбара. В буддийских писаниях говорится, что, расцветая примерно раз в трех тысячах лет, у думбара возвещает о приходе в человеческий мир просветленного или Будды, святого царя, который вращает колесо, исправляет харму, моральные законы. В священных писаниях упоминается, что этот царь примет любого человека, независимо от его национальности и религиозной приверженности, предлагая спасение через милосердие. В последнее время цветы у думбара расцветают повсюду на планете. Многие люди задокументировали это редкое явление, но есть и скептики, которые говорят, что цветы – это яйца златогласки. Однако разница между ними значительная. Известно, что яйца насекомого засыхают после того, как личинки вылупляются. Но мистические цветы цветут долго, распространяя уникальный аромат. Некоторые у думбара цветут целый год. В восьмом томе буддийских текстов о нетиках и трактовках у Элинь говорится, у думбара – творение благоприятных и сверхъестественных явлений, это небесный цветок, и не растет в мире людей. Если Татхагата или Царь Золотого Колеса появится в человеческом мире, эти цветы расцветут благодаря его великой добродетели и благословениям. Если вы тоже обнаружите эти мистические цветы, сфотографируйте их и пришлите нам фото, а мы поделимся ими со всеми. Субтитры создавал DimaTorzok